Конвой проводит задержанного автоинспектора Сергея Агейкина в наручниках в кабину подсудимых. Лейтенант полиции в куртке с капюшоном и кельке. Все сильно сдвинуто на глаза. В ожидании судей он садится так, чтобы скрыть лицо от тела и фотокамер. Представитель следственного комитета говорит о подозрениях в отношении офицера полиции. Со счета банковской карты перечислено на банковскую карту Гурьянова. Денежные средства в сумме 30 тысяч рублей в качестве взятки за несоставление протокола о совершении ее внуком Антоновым административного правонарушения, то есть за незаконное бездействие в пользу взятка дателя. Следком пришел в суд требовать ареста. Задача адвоката – добиться более мягкой меры притечения, хотя бы домашнего ареста. По месту работы характеризуется исключительно положительным. Даже его поведение, зная о том, что идет расследование по уголовным делам, тем не менее, дает исключительно положительную характеристику. Почему возникает необходимость в избрании такой самой суровой меры притечения? Ничем не мотивирован характеристик. Фабула дела выглядит так. Пострадавшая бабушка в порыве любви к несовершеннолетнему внуку решается откупить его и дать взятку в 30 тысяч рублей автоинспектору. Зная, что штраф за это правонарушение будет максимум в 15 тысяч, а если заплатить вовремя, и вовсе обойдется в 7,5 тысяч. И вот, зная все это, она отдает 30 тысяч рублей. Перечисляет деньги с мобильного приложения. Офицеру полиции, который отработал в системе не один десяток лет. Сергей Агейкин утверждает, что преступления не совершал. Следствие уверено в обратном и требует ареста на все время расследования. Постановил удовлетворение ходатайства подозрением Агейкина и его защитник адвокат Хадукина об избрании в отношении обвиняемого более мягкой меры притечения. Доказать ходатайство по освобожным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного правления и следственного комитета Российской Федерации РеспубликиRA Канаки об избрании меры притечения в визе заключения по стражу Агейкина. Удовлетворить в отношении подозрения Robert Сергеевича В СИЗО Сергей Агейкин проведет почти полтора месяца. За это время следствию предстоит разобраться в деталях этого дела. Юлия Парунова, Евгений Фроукин. Наши новости.